Добрый вечер! Помолимся вместе. Отец наш небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, за Слово развлечения, за серьезное Слово, которое дает нам способность развлечать Господь и быть начеку и давать вовремя отпор. Слава Тебе! Благодарим Тебя за то, что мы не практикуем демократию в христианстве, но практикуем духовность. Спасибо Тебе за все! Благословен нас во имя Иисуса Христа! Аминь! Итак, Римлянам 16 глава, начиная с 17 стиха. Значит, это последние наставления апостола Павла. Он уже много сказал в послании к Римлянам и о разрешенной работе, и об оправдании, и о благодати, и о хождении практическом. И здесь его последние наставления, значит, и он пишет как тот человек, который в курсе, что происходит в Римской Церкви, несмотря на то, что, значит, его там, он не находится в этой церкви. Он только собирается к ним прийти. Вот. И, значит, он в курсе определенных вещей, о которых он говорит в этих стихах. И пастор Сивенс уделил этому достаточно времени. И давайте мы прочтемся. Как у вас дела? Вы со мной? Хорошо. Кого-то нет или она? Или все здесь? 17 стих. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учениям, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Здесь нужно знать два важных аспекта. Первое. Это в церкви есть люди, которые производят разделение. И второе. Значит, в этой церкви у них было учение о разделении, о тех, которые могут произвести разделение. Понятно, да? Итак, у них было это учение. Они были обучены этому учению. И Павел говорит, что, значит, вы сталкиваетесь с теми людьми, которые у вас стараются произвести разделение. Аминь. Итак, там были люди, на вопрос, были эти люди верующие или нет, это могли быть и верующие люди, которые могут производить разделение, и также те, которые, значит, далеки от веры, но каким-то образом хотят поставить себя, значит, в этом, в церкви или в собрании святых. Аминь. Дело в том, что кто является автором разделения, кто производит разделение. Вы знаете, кто их? Дьявол. Вы знаете? Да, дьявол. Он производит разделение. И в книге притчи, давайте мы откроем книги притчи в 6 главе, мы с вами видим, что ненавидит Господь и что мерзость для Него. И эти 6 грехов, так называемые мерзкие грехи, то есть это грехи очень серьезного уровня, это сатанинское зло, сатанинское зло. Или, как было сказано, есть такое выражение, космическое зло, космическое, не то, которое в космосе там где-то летает, это от слова космос, система этого мира. Итак, притчи 6 глава, начиная с 16 стиха. Так, вот 6, что ненавидит Господь, и даже 7, что мерзость в душе Его. Вы знаете, такие определения, как бы сказать, они серьезные. Господь говорит, вот эти 7 грехов я ненавижу. Это не то, что другие, ну ладно, это нормально. Нет, но Он выделяет вот эти грехи из остальных всех по уровню зла. Итак, 17 стих. Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, и лжесвидетель наговаривающий ложь, и последнее сеющий раздор между братьями. Итак, вот этот вот сеющий раздор между братьями, он входит в число 7 этих мерзких для Бога грехов, и это очень серьезная вещь. И Павел, когда он пишет это письмо или послание в церкви в Риме, говорит этим посланием, что у вас есть люди, которые производят разделение, они разлучают друзей, они производят соблазны вопреку учению, которому вы обучились. Это означает, вы обучены, ребята. Здесь также говорится о простодушных людях, и мы с вами говорим, кто это такие. Но в основном это обученные люди, это те, которые уже проходили, имея со Христом жизненный опыт, и которые могут различить таких людей, которые притворяются благочестивыми, притворяются теми, которые желают мне добра и возрастания, но хотят, как бы сказать, затронуть какую-то проблему, и потом это оказывается, что я, будучи, ну не лопухом, а как бы сказать, невнимательным человеком, пошел на эту встречу и открыл ухо для информации зла. Знаете, когда Ависалом восстал против Давида, и это вторая книга царств, по-моему, 15 глава или 16 глава, там написано, что он пригласил знатных людей на свою инаугурацию, но он скрыл о том, что будет такое происходить. И там написано, что когда открылось, что он делает себя царем, а те люди, которых он пригласил, они не в курсе были, но пошли по своей простоте. И так, это удивительное слово, что они, как бы сказать, Ависалом собирает лидеров израильского народа для чего-то там пир сделать, А когда они пришли, оказалось, что они оказались в центре заговора и пошли по своей простоте. И что же там получилось? Значит, они, как бы не желая того, стали частью заговора. Итак, значит, давайте мы с вами посмотрим на книгу Исаии, 59 главу. И это часто упоминается в учении о заговорах, так это 59 глава, откуда мы слышим, когда пастор Стивенс говорит о змеиных яйцах, которые могут быть отложены в ум людей. И змеи, как размножаются? Они откладывают яйца, правильно, да, которые впоследствии, через некоторое время, вылупляются и превращаются в таких же змей, которые наносят вред своим яйцам. Так, смотрите, здесь говорится о определенного рода людях, которые, 4 стих, 2 часть, надеются, но пустое, говорят ложь, зачинают зло, рождают злодейство, высиживают змеиные яйца и ткут паутину, кто поест яиц их умрет, а если раздавит, выползет ехидно и так далее. Итак, значит, чтобы вы знали, вот это учение о змеиных яйцах. Что же такое змеиные яйца? Это, значит, ласкательные слова тех людей, которые хотят произвести разделение. Разделение между братьями, разделение между друзьями, разделение в браке, разделение в церкви. Цель какая? Одна. Разделить. И когда человек, будучи невнимательным, и здесь говорится, что, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, и что уклоняйтесь от них. Это означает, что, значит, первое, замечайте таких людей, значит, Господь дает достаточно мудрости, чтобы лидеры заметили таких людей, чтобы они вели собрание и, как бы сказать, и защитили простодушных, которым подходят эти люди. Почему? Потому что к другим они подойти не могут, они им скажут, что замолчи или что-нибудь в этом роде. Аминь. Итак, здесь мы с вами видим, что люди, производящие разделение, они могут по каким-то образом, и если я, значит, не буду внимательный и не буду замечать таких людей, что они производят соблазны, я могу предоставить свое ухо, и в мое ухо или в мой ум будут отложены, что? Змеиные яйца. Кстати, значит, если я вовремя не среагирую, а как я могу среагировать? Я могу прекратить разговор, это первое. Второе. Я могу сказать ему, что ты, значит, действуешь не от Бога, как было сказано, и это неправильно, неправильно. Зачем ты мне говоришь такие вещи? Значит, про кого-то в его отсутствие, чтобы положить в мой ум змеиные яйца, чтобы они в определенное время вылупились в отношении того или другого человека. И нанесли мне время. Вы знаете, это очень даже серьезная вещь. Почему дьявол много сил полагает для того, чтобы внедрить в церкви таких людей, которые производят разделение? Потому что, если в церкви произойдет разделение, будет ли она эффективна? Будет ли она едина? Какой ответ? Значит, это уже будет, как бы сказать, единство нарушено. Значит, змеиные яйца начинают вылупляться. Люди, начиная смотреть друг друга на друг друга с подозрением, и уже ни о какой Божьей работе не может быть и речи. И поэтому может произойти одно разделение, значит, одна группа ушла, вторая ушла. Потом эта группа пришла в другое место, начали вроде и там опять разделение, и церковь, что перестала существовать. Кто-нибудь встречался с такими вещами? Я надеюсь, что нет. Но если вы встречались, вы понимаете, о чем речь идет. Пастор Стивенс, как тот человек, который непрестанно находился в этой вот такой духовной битве, он постоянно сталкивался с этим, и, значит, несколько раз и в определенный момент даже пришлось переехать из одного города в другое. То есть все люди, которые хотели продолжать в этом служении, они переехали, и, значит, служение обновилось. Аминь. А там появились те люди, которые начали вносить разделение и соблазны вопреки учению. Значит, отлагали или полагали змеиные яйца, это слова, которые сказаны, значит, и которые в конце концов приносили в жизнь человека инфекцию панерус. Давайте мы с вами напомним, что есть зло какос. Вы знаете, да? Есть зло какос. Зло какос – это зло внутри меня. Внутри меня есть зло, это моя ветхая греховная природа, это, значит, зло действующее внутри меня. До тех пор, пока он остается внутри меня, это может быть моим грехом, это, Боже, могут быть мои мысли нечестивые в отношении кого-то. До тех пор, пока они остаются во мне и, значит, не выходят наружу, это, значит, зло какос. Помните, когда Иисус в седьмой главе Евангелия от Марка, он говорит, не то, что входит в человека, а скверняет человека. Помните, да? Ему претензию предъявили, почему ты не моешь рук перед обедом, ученики твои не моют рук перед обедом, значит, перед едой. И он говорит, что не то, что входит в человека, а скверняет человека, а что? То, что выходит из человека, скверняет человека. Пища входит, и она потом выходит своим путем. А то, что выходит из человека, это выходит из его сердца. Послушайте внимательно. Тот момент, когда это внутреннее зло, какос, выходит из меня наружу и, значит, обращено к тем, которые находятся рядом со мною, это уже переходит из какос во что? В панерос. Это инфекционное зло, которое заражает уже других. Кстати, когда Иисус называет сатану лукавой, помните, и лукавый не прикасается к нему. Это как бы имя собственное, да? Значит, слово лукавый и есть, панерос, то есть злой. И злой, который, что не в себе, значит, содержит зло, а что он распространяет его во всех направлениях, которых только можно было распространить. Помните, ангельские сущности были сотворены одномоментно и все сразу, помните, да, ангелы? А помните, что произошло после падения этого херувима? Он стал среди ангельской среды распространять свое учение, так называемое, вопреки учению Бога. И вы представляете, что плодом вот этого вот распространения стало то, что огромная часть святых ангелов приняла решение пойти за ним. И оставили свое жилище и стали навсегда демоническими духами, нечистыми духами. То есть армией демонической. Вы представляете, что это было? Это уже там произошло распространение зла панерос. Кем? Этим согрешившим херувимом. Потом зло куда пришло? Куда пришло после ангельского? Куда? На землю. Все правильно. И оно также распространилось на всех. Правильно, да? И каждый рождается с частицей святкой греховной природы и имеет в себе способность, значит, чтобы это зло, которое внутри человека, выходило наружу. Кстати, я хочу вам сказать и всем тем, которые нас слушают, мы так рады, что вы нас слушаете, слава Богу, смотрите, с кем вы проводите время, с кем вы общаетесь. С вами рядом может быть человек, который просто приносит зло в вашу жизнь. Аминь. И вы сами, того не подозревая, складываете у себя, как называются вот эти вот для яиц, ячейки, вот эти контейнеры. Вы складываете у себя контейнеры в вашем уме и рано или поздно это зло начнет действовать. Я имею ввиду, произойдет раскрытие этих яиц. Смотрите, с кем вы проводите время, смотрите, что за слова вы слышите. Почему? Потому что очень легко варежку открыть, как тех, которые пригласил Ависалом. А, пошли, да, здорово, еще там, там говорят, кормить будет, пир хороший будет. А пришли, и что? И сами того, не подозреваясь, стали частью заговора. И уже поздно было отступать. Вы со мной? Так произошло. Кстати, пастор Стивен сказал о своем буклете о заговорах. Значит, я обязательно найду его и предоставлю нам всем, чтобы мы могли прочитать. Это очень и очень важно. Пока, пока, пока нашу церковь Господь миловал от вот таких вещей. Почему я говорю пока? Почему? Потому что ни одна церковь не застрахована, особенно та, которая идет в призыве, идет мощно, духовно, есть любовь, есть жизнь тела Христа. Именно сюда и захочет внедрить дьявол своего человека, который придет и будет ласкательным. Давайте мы с вами прочтем. Это Римлянам 16 глава, 18 стих. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством и красноречием обольщают сердца кого? Зрелых верующих, духовных верующих. Кого? Простодушных. Как они обольщают? Ласкательством, красноречием. Аминь. Пошли со мной, угощаю. Да? Заплачут вас за твой этот. Заплатят один раз, заплатят второй раз. А потом просунет свои мысли, свои яйца. И человек простодушный. То есть тот, который, как бы сказать, не укреплен. Он простодушный. В книге притчи и в первой главе говорится, что это на иврите это открытая дверь. Или человек с открытым ртом. Правильно, да? Он не может его закрыть, туда залетает все, что угодно. И у него нет развлечения, значит, закрыть дверь для определенной информации. Закрыть эту дверь. Послушайте, мы с вами должны знать, как закрывать дверь. Но не надо нам ходить с открытой варежкой и все принимать подряд. Из этих всех источников информации. Аминь. Почему? Потому что они, эти источники информации, они не нейтральны. Вы понимаете это? Они не нейтральны. Сейчас я бы даже сказал, вообще почти нет нейтральных источников информации. За этим может что-то стоять. И я поймаю, позволю отложить в себя змеиные яйца. Я простодушный. Я пошел, ааа, очень хорошо. Интересно, да, послушал. А потом змеиные яйца, значит, раскрылись. И я стал частью заговора. Я стал на сторону того человека, который пришел разрушить служение. Аминь. И это очень серьезно. Далее давайте мы с вами прочтем. И сейчас, ну скоро закончим. Обольщает сердца простодушных. Девятнадцатый стих. Ваша покорность в вере всем известна. И слово покорность это, я даже записал, покорность это слушать учение Библии с отношением послушания в положительном отклике Божьей власти. Если я могу повторить, покорность это слушать учение Библии с отношением послушания в положительном отклике Божьей власти. Я встал под Божью власть. Встал под Слово. Я послушал. Я послушал. Ваша покорность в вере всем известна. Поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Мудры на что? На добро и просты на зло. Слово добро здесь Агафон. Знаете, такое имя Агафон? Это добро. Итак, значит, мы с вами должны четко и ясно понимать, что это Божье добро или Божья благость. Почему нам важно это понимать? Потому что в дереве, в Едемском саду росло какое дерево? Познание добра, добра и зла. Да, познание добра и зла – это дерево. Оно росло не из Бога. Понимаете, да? Поэтому в доброй части дерева познания добра нет Божьего добра. И часто люди могут не заметить и путать, в каком добре они находятся и какое добро они делают. Это Божье добро. И Божье добро я тоже записал здесь в этих трех стихах или в этом предупреждении или наставлении. Божье добро – остерегаться производящих разделение соблазны и уклоняться от них. Вот оно, Божье добро. Аминь. И мне также понравилась фраза, что мы в христианстве не устанавливаем демократию. Это означает, ну ты говоришь, и я тоже буду говорить, у меня есть право голоса, у тебя есть право голоса, и у меня есть право голоса, ты можешь учить, и я тоже могу учить. Может подойти человек и сказать так пастору-учителю. И если пастор-учитель из демократов, а не тот, который, значит, пастух, у которого жезл и что там еще у него? А посох и жезл, значит, он скажет, ну да, вот, да, да, вот, ну выскажитесь, скажите свое мнение и так далее. А тот, который пастух, он будет разбираться с этим человеком, как с тем, который производит разделение и соблазны, и собирается принести зло в сердца простодушных. И потом, чтобы это все выросло в разделение, в разделение церкви. И дальше. 20 стих. Победоносный стих. Бог же покоя. Аминь. Бог же, в какого Бога мы веровали? Бог покоя. Аллилуйя. Это вообще не наша битва. Нам просто нужно стоять под покрытием. Аминь. Стоять бодрствовать. Стоять в духе. Если, я уверяю вас, если я в духе, я обязательно различу вот этого змея, который хочет заползти, значит, в мою жизнь. И привести разделение и соблазны. Итак, Бог же покоя сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Итак, слово сокрушит сатану под ногами вашими и дело, то есть слово обращено к верующим в церкви в Риме, это означает, что вскоре Господь сделает это в вашей церкви. И вот это то, что там зрело, или те попытки, чтобы разделить церковь, предпринимались, Господь сокрушит сатану под вашими ногами. И вы пойдете дальше в единстве. Аминь. И я хочу подчеркнуть, что апостол Павел, как бы сказать, не является, он не насаждал эту церковь. И он, даже не было его присутствия там, но он знал в духе, что там есть те люди, которые производят разделение. А может быть, это те, с которыми он встречался в других церквях, и они просто взяли билет и переехали в другое место. И может быть, Павел знал, что они туда пришли, производить разделение, и он предупреждает церковь в Риме и говорит, что победа обязательно состоится в Боге покоя. А вы пребывайте в том, чему вы обучены, и Господь вас защитит. Аминь. Аминь, пожалуйста, если есть вопросы у нас еще есть, на некоторое время. Если есть вопросы, поэтому... Ничего не нравилось, что Басту Стелинец про возрастной. Как здесь сказал, что нету разделения по возрастам церкви, то есть 80-летняя бабушка, исполненная духом следым, она моложе, чем, кто там, кольцам, плоти, там, 15-летний. Это очень здорово. Ну что, очень много на этом фоне идут разделения. Нет разделения по возрастам. Нет, абсолютно. Хорошо. Это дай аминь. Потому что серьезное оружие делал, на самом деле, разделить по возрастам, до ячейки и по интересному. Нет такого церкви. Да, хорошо. На практике будет проверенный аминь. Да. Я, да, даже бы прибавил, что церковь не должна быть разделена на семьи тоже. Как вы? Согласна, да? Она не должна быть разделена на семьи. Что, а, 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 значит, так тоже не пойдет, да? Это тело Христа. Оно, оно, оно единое. Да. Аминь. Ну вот так. Иисус явился своим ученикам и сказал, что он сказал? Миру. 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 А потом еще рассказал. Миру. Как послал меня отец, так я посылаю вас. Будьте, будьте мудрыми на добро и просты на зло. Так вот, интересно, паса Стивен сказал, что ему кто-то в ответ написал 16 страниц, а потом стал читать. То есть такая дискуссия, да? Ну, это была у того человека, который хотел про Билли Грэма, паса, про Стивен соблазнить змеиный дядь, ну, в ум. Вот, и что-то у меня было, когда-то это было интересно. Да, интересный этот пример. Значит, несмотря на то, что пастор Стивенс не был согласен с определенными направлениями евангелизации Билли Грэма и там какими-то вещами, значит, он хранит свое сердце. Почему? Потому что это муж Божий, значит, которого ведет Господь. Аминь. Я также думаю, что мы с вами обучаемся хранить наши сердца в отношении к служителям, к другим церквям, правильно, да? К православной церкви, к другим деноминациям. Мы храним наши сердца. Зачем нам принимать змеиные яйца в отношении других служений? Значит, у меня есть выбор, у меня есть своя церковь. И я люблю свою церковь. Аминь. Я люблю свою церковь, мне здесь хорошо. Против другой я говорить ничего не буду. Да, конечно, вот эта вот история про Авесолома, это чрезвычайно важная история, чтобы мы увидели, как дьявол действует, чтобы принести разделение. И Авесолом преуспел. Кстати, мое мнение такое, что Авесолом это сделал не сам. Кто-то стоял за ним, потому что он был слишком молод, он был глупый, если так сказать. Он просто любовался собой. Да, он просто любовался, он не мог бы провернуть вот такого действия. Я думаю, что кто-то стоял за ним. Значит, если вы спросите кто-то, и это мое мнение, я думаю, что это был Иав. Значит, один из генералов Давида. Почему я так думаю? Ну, есть определенные причины. Он вернул его из изгнания, он пошел за него ходатайствовать. И знаете, потом одна из других, еще одна из причин, что когда Давид сказал, сберегите мне отрока Авесолома, помните, чем все закончилось? Он повис между небом и землей волоса в своей, кстати, в своей красоте он, он повис 2 килограмма. Значит, там говорится, что он стригся один раз в год, и вот эта вот шевелюра, и вот 2 килограмма. Представляете, да, вот носитель? И вот он повис на своей красоте, можно сказать, своей глупости. Но я уверен, что это не он все замыслил, был тот, который стоял за ним. И потом, когда нужно было его взять живым, а для чего взять живым? Для того, чтобы расспросить. Правильно, да? Кто, чего, когда, значит, чтобы поговорить, значит, и Ав убивает его. И я так думаю, значит, что это, он мог стоять за вот этим восстанием Авесолома. И, конечно, Давид говорит, когда Соломон становится у руля, восходит на престол, Давид ему говорит, не оставь и Ава ненаказанным за его действия. И там были 2 убийства его, и, думаю, еще и других дел. Он такой жук был серьезный. И меня всегда удивляло, почему же Давид терпел его рядом с собою. Представляете, да, вот почему он не избавился от него. Вот тоже интересный. Не всегда, не всегда так может получиться. Но... Он же еще родственник был. Ну, там, накиселились от его, да. Дети соорудились же. Да. Авеса, да. Итак, аминь.